Где прошло детство, там и начинается родина. Ключевая тема общественно-политического марафона – патриотическое воспитание. В центре внимания вопросы негативного влияния социальных сетей на молодежь. Фейки, вбросы и раскачивание ситуации через новое поколение ставят под угрозу национальную безопасность. Молодежь действительно имеет в нашем государстве основополагающее направление. Глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко четко говорит о том, что мы будущее нашего государства. И во многом оно зависит от того, как мы себя поставим, как мы будем работать не только над собой, но и над нашей страной, какие цели и задачи мы будем выполнять и предлагать. Научить фильтровать, проверять сведения и быть патриотом можно только на личном примере. Такого мнения придерживается ведущий спикер форума Григорий Азаренок – белорусский телеведущий, журналист и пропагандист. За его плечами работа на политических митингах и в горячих точках, таких как Донбасс и Мариуполь. Правда, за нашими союзниками, за нашей страной, которая защищает свои национальные интересы. Это видишь и в Донецке, когда там фактически осуществляется геноцид близких нам людей. Это видишь и в других горячих точках мира, где заканчивается американская гегемония. Разговор многогранный. Спикеры затрагивают темы национальной идеи, духовности и становления белорусского государства. В зале областного театра больше 400 человек. Представители трудовых коллективов, общественных объединений и просто неравнодушные к судьбе своей страны. Координатор движения – Белая Русь. Действительно, сегодня нельзя остаться в стороне от тех событий. Мы не должны молчать. И поэтому мы видим большое количество сторонников и большое желание вступить в ряды Белоруссии. Мы подготовим аналитическую записку со всеми предложениями и с мнением, именно которое поступает, с решением задач, которое, как видят его на местах. И эта аналитическая записка будет представлена главе государства. Название марафона выбрано не случайно. Он проходит в преддверии Дня народного единства. Праздник отмечается 17 сентября. Дата знаковая. В этот день в 1939 началось воссоединение Западной и Восточной Белоруссии. Идея прозвучала на Всебелорусском народном собрании и поддержана президентом. Я осталась довольна мероприятием, довольна ответом. И под большим впечатлением иду в свой трудовой коллектив, чтобы рассказать об этом мероприятии. Какие были влиятельные и сильные люди, какая у них была сильно поставлена речь, это опыт, который точно навсегда останется в памяти. Безусловно, нужно дальше работать и проводить такие форумы для того, чтобы дальше обеспечить качественное будущее нашей страны. Получилось найти вот этот контакт со спикерами, которые и с шуткой, и всерьез отвечали на многие вопросы. И я думаю, если бы наш формат можно было увеличить, то сегодня бы вопросов было очень много. Ко дню народного единства в Бобруйске подготовлена масштабная программа. Уже 14 сентября в библиотеках пройдет марафон знаний. На 15-е запланирован региональный форум – становление молодой семьи на основе преемственности традиций. Плюс на базе БЦБ состоится открытый диалог. А в молодежном парке – флэш-моб «Память в сердце». Завершится праздник в субботу велопробегом в Еловиках и патриотическим концертом. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.